Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Перед нашей молитвой я желаю поделиться словами и одну мысль оставить. Когда мы читаем одну из самых древних книг Библии, это книга Иов. И там мы знакомимся с праведником, непорочным. И когда его постигли страшные бедствия и переживания, горе постигло его, и болезнь лютая, это огненное искушение было для него. И когда Иов, он смотрит на свою жизнь и обращается к Богу Святому, он говорит такие слова. Книга Иова, 9 глава, с 30 стиха. «Хотя бы я омылся и снежную водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь. И возгнушаются мною одежды мои, ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Когда я читаю книгу Иова, я восхищаюсь ею. Это одна из древних книг, которая записана в книге Библии. Она была написана за 1900 лет до рождения Иисуса Христа. Еще не было закона, данного Богом через Моисея народу своему. Я думаю, лишь от прадцов он знал о Боге, но хождение его было непорочным. Знаете, меня восхищает и поражает внутренность его, разум его и душа его, которая имела общение с Богом. Когда он позже, когда в страдания своих, он говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив!» 19 глава, 25 стих. «И он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою, эту. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Думаю, Иов, откуда ты взял идею о воскресении? Она не была открыта еще, книг и пророчеств не было в руках твоих. «Откуда ты взял Искупитель мой жив? И он мою кожу восстановит. Я узрю Его». Восхищаемся. Но моя мысль сегодня о переживании, о скорби, о горечи и о душевном искании Иова. Он говорит, нет между нами посредника, который положил бы руку на нас двоих. Между Богом святым и между человеком грешным нету посредника. Его сердце искало и жаждало. Позже, когда Бог через Моисея даст закон для народа своего, и Он поставит посредником священника, первосвященник, который, очистившись, будет приходить при лицо Бога и возносить грех приходящего к Нему человека, священник, первосвященник. Но Он сам нуждался в очищении Своем, а потом с кровью приходил к Богу и просил, прости Господи. И Бог прощал. Позже апостол Павел напишет о Господе нашем Иисусе Христе, послание к евреям, 7 глава, 24 стиха, евреям, 7, 24. А сей, пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, потому и может всегда спасать приходящих к Нему, через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделённых от грешников и превознесённый выше небес. Вот оно, ещё одно новое имя, данное Иисусу Христу, первосвященник, ходатай. Ходатай, мы бы сказали на современном языке, защитник, лоер, посредник, представляющий человека предправедным Богом. И Иисус Христос занял эту позицию, это место, одесную Богу, и Он представляет нас Богу. Мы через Него можем приходить к Богу, как через посредника. Он сегодня священнодействователь, Он сегодня первосвященник. В мире духовном, мир духовный реален, так же, как и наш физический, мы его не видим. Я благодарю Бога за Слово Божие, которое оставлено за книгу Библию, которое нам открывает или приоткрывает тот мир. И когда мы читаем в книге Откровения, в последней книге, 12 глава, 10 стих, записаны такие слова, которые приоткрывают нам духовный мир. «И услышал я голос, громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение силой Царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Предсвятым Богом предстоят ангелу, архангелы, херувимы, серафимы и Одесну его, сын его, первосвященник, посредник». И приходит, нам не открыто настолько, но в какие-то области приходит клеветник, сатана, и он написан на клевещи день и ночь на братьев наших. Дорогие братья и сестры, клеветник говорит об тебе, о тебе, обо мне. Он говорит, это дети твои, а ты знаешь дела их. Как-то мы рассуждали, брат говорит, а вы думаете, он всегда говорит неправду? Или он говорит правду, о тебе и обо мне. Когда мы споткнулись, когда ступились, когда сокрешили, он клевещет на нас. Но рядом с Богом есть защитник, есть посредник, есть ходатай, Господь Иисус Христос, Царь царей, Господь господствующих, первосвященник, который говорит, я знаю, за Него я кровь отдал, и с кровью своею, не с кровью тельца и агнца, со своей кровью. Он омывает, очищает и делает нас способных приблизиться к Богу, святому и праведному. Сегодня в нашей церкви день особый. Хлеб – это напоминает тело Иисуса Христа, которое было истезуемо, кровь, которая была излита из его причастных ран, и которой омыл Господь тебя и меня. – это кровь Нового Завета. Дорогие братья и сестры, мы сегодня будем приближаться к святыне. Прожитый месяц апостол Иоанн в первом своем послании, первая глава, десятый стих говорит, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым, и Слова Его нет нас. Если мы проверим, подобно как Иоу, он говорит, если бы снежной водой мыть меня, то и тогда я бы был как грязь». Дорогие братья и сестры, мы, приближаясь к святыне, проверяем. Слово Божие нам апостол Павел советует «Испытывайте самих себя». И во свете Слова Божия, во свете Духа Святого мы просматриваем в сердце свою жизнь. Дорогие братья и сестра, все ли дни твои были чисты пред Богом? Всегда ли Господь мог радоваться тебе, как о дите своем? И вот тогда Иоанн говорит, «Дети мои», 1 Иоанна 2 глава 1 стих, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом. Иисуса Христа, праведника, Он есть ум милостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня порадоваться и похвалиться именем Господа Иисуса Христа еще одним именем, ходатай, посредник. Всякий раз, здесь Иоанн говорит, 1 глава 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Он верен и праведен. Когда мы приходим к Нему с исповеданием, говорим, «Господь, пред святым лицом Твоим, здесь мое было поведение неправильное, здесь мой взгляд неправильный был, здесь мысль моя, здесь поступок мой». Прости, Господи. И Он, будучи верен и праведен, обывает, очищает, и через кровь Его мы вновь пред Богом святым имеем доступ приблизиться к престолу благодати. И заслуга в этом Господа Иисуса Христа, тело Его, кровь Его, страдания Его. Сегодня мы возмещаем смерть Его. Но смерть не имела над Ним силы и власти, потому что Он умер. за грех всего человечества, будучи святым и праведным. И Он вошел туда, как победитель. За всю историю человечества был один человек, Бог-человек, который умер, но восстал, как победитель. И в руках Его ключи ада и смерти Он одержал победу над адом, над предисподней, и вывел измученных на свободу. Иов дождался, вот он посредник, который между Богом святым и человеком, и Он вывел его в райские обители, в которые все праведники, уповавшие на Бога, были освобождены, введены в райские обители. Туда вошел и разбойник, один из первых. Туда входят все святые. Туда вошел наш Виталий Вениаминович недавно. И он там вместе с тьмой спасенных, тысячи, тысячи, миллионы, миллионов спасенных, славит Бога и ожидает чудной встречи. Быть может, хоре поет «Вот тот, на которого мы уповали, с ним шли вперед и удостоились». Они ожидают славного момента, когда Бог при гласе Архангела, при трубе Господней, мертвые воскреснут, и Болсбург кладбище отдаст, и земля Уц отдаст тела. И они соединятся с душами, а мы, живущие, кто останется до этого момента жив, изменимся в мгновение ока. Это будет славная встреча с Господом Иисусом Христом. Тогда мы поклонимся Ему, тогда прославим и возвеличим, тогда только в полноте мы осознаем подвиг спасения, который совершил Иисус Христос. А сегодня в ожидании, потому что сие творите, доколе Он придет, мы возвещаем смерть Его, победу Его, и пришествие за Церковью, которая исполнится, Слово говорит, и Дух Святой об этом возвещает. это событие скоро. И вот в ожидании этого дня мы имеем сегодня благословенный день, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь. Так у меня вот мысль, пред тем, когда мы приступим к трапезе, к святыне, когда приблизимся к престолу благодати, пойдемте на Голгофу, проверяя свое внутреннее состояние, склонимся в тишине сердца, скажем Господу нашему, осознаю, прости, Господи, омой отчесть и сделай меня достойным, через кровь Иисуса Христа, не со своим достоинством, через кровь Иисуса Христа, через Его заслуги, приблизиться к Тебе и получить еще благодать от Тебя. А имя Господа будет прославлено во все дни жизни Церкви на земле и вечности. Ему слава и хвала, ныне и вовеки. Аминь. Поклонимся Господу.